Пам-пам. Заказчик атаки на Крокус, русская игровая консоль и запрет Соловьева. А, ну и Никиту Калагриеву, конечно, выпустили из спецприемника. Ура! Привет, я Руслан Усачев, и сегодня мы поговорим о самых интересных новостях и событиях в России и мире за последнее время. Да, это видео выходит не по расписанию, а в понедельник, 1 апреля. Не потому, что здесь будут какие-то новости-приколы. Нет. Есть другая причина о ней чуть попозже, а пока к новостям. Пам-пам. Samsung прекратит поддержку карт Мир в России с 3 апреля, то есть уже достаточно скоро. До последнего времени можно было их добавлять и оплачивать покупки через Samsung Pay. По сути, их смартфоны лишаются одного из важных бонусов, потому что айфоном так, ну, ты не оплатишь уже покупку, как раньше. В былые времена у корейцев был рабочий инструмент. Кроме того, уже добавленные карты Мир будут удалены из приложения, а использование Samsung Pay для оплаты проезда в общественном транспорте станет недоступным. По сути, Samsung Pay будет местом, где можно сохранять свои карты лояльности. Но зачем? У меня для этого есть Google Pay вообще-то. Примерно то же самое случилось с Huawei Pay до этого, а еще из Google Play пропали приложения самой платежной системы Мир и бесконтактных платежей СБП. Все это безобразие последствия февральского пакета санкций США. Они посчитали, что российские платежные системы — это финансовая инфраструктура для обхода экономических санкций. Интересно, как россияне должны платить, чтобы это не считалось обходом санкций. Так, типа, можно рубли называть средством обхода. Запретить всем трогать рубли. Как тогда за газ-то платить? Понятно, что для Android это условности. Эти же приложения есть в российских магазинах приложений, или можно АПКшку просто скачать. По сути, такими ограничениями подталкивают всех переходить на российские магазины приложений. Как их вовремя успели разработать? Как будто знали, что это начнется. Кстати, я недавно обнаружил, что Мир Пэй заработал на моем Pixel 8. Да, вы делаете правильный вывод из этой фразы, что он не работал раньше. Уже, когда я его купил, обнаружил, что, оказывается, там какое-то гугловское ограничение, и приложение просто нормально не запускалось. Я не мог платить телефоном, хотя это Android. Теперь я опять нормальный человек. Пупум, пупум, пам-пам. Японцы разработали самый продвинутый бабушкафон в мире. Забудьте об этих кнопочных уродцах, встречайте Sharp Basio Active 2. Если внимательно изучить промо-страницу смартфона, то ничего не понятно, там все на японском написано. Но картинки не обманывают. Смартфон можно мыть с мылом. Все же об этом мечтали. А что еще нужно вашей бабушке, как несоответствие ее мобилы, военному американскому стандарту MIL-STD-810H? Его можно ронять, мочить, мыть с мылом, протирать спиртовыми салфетками. Думаю, это все его основные применения, потому что там стоит Snapdragon 695. В геншин ты особо не поиграешь. Но его можно мыть зато. Пам-пам. Как мы знаем, одни из новых лучших друзей России, этот Талибан, террористическая организация, запрещенная в России. Так вот, они наконец-то установили порядок на своей афганской земле. Верховный лидер движения поделился новыми законодательными инициативами. Грядут наказания за супружескую измену. Только для женщин, правда. Цитирую. Скоро мы ведем наказание за прелюбодеяние. Мы будем публично пороть женщин, будем публично забивать их камнями до смерти. Напомню, хоть выпуск и выходит 1 апреля, тут нет никаких приколов. Это настоящая новость, которую вы узнали 1 апреля. 24 года. 2024 года нашей эры. Планируют забивать женщин камнями. Мне, конечно, хочется послушать официальные комментарии наших чиновников о том, как все ли вообще традиции одинаково полезны. Кстати, это тот же самый чел, вот этот руководитель, который в прошлом году заявлял, что с приходом к власти талибов был восстановлен статус женщин, как свободных и достойных людей, и все учреждения обязаны помогать женщинам в обеспечении вступления в брак, наследования и других прав. Что же у них там такое было, что если забивание камнями, это типа успех у местных правозащитников? Такой вывод, ну, если вы сторонница западного взгляда на права женщин, то постарайтесь не рождаться в Афганистане. Ну, изменять не надо, а то прилетит потом. В некоторых местах планеты еще и камень. Пам-пам. Главная новость, и, собственно, почему выпуск выходит сегодня, 1 апреля, это официальный день рождения моего канала. 14 лет я уже здесь, никакой сменяемости власти на канале. Кстати, где подарки? Вы же не забыли? Принимаю поздравления в комментариях, лайки, подписки на канал, можете кому-нибудь посоветовать мой канал, своих друзей. Если что-то материальное, то, ну, биткоин присылайте целый. Ссылка в описании на кошелек мой. Но я себе сделал два подарка. И первый вы могли уже заметить. Наконец-то обновилось оформление канала. Ребрендинг, который несколько месяцев готовили ребята из брендингового агентства Депо, добрался до вас. Где-то изменения незначительные, а где-то совершенно новые штуки, как отдельное оформление Усачев Тудей, которого раньше не было в принципе. Я просто использовал общую графику, и все. Теперь отдельный стиль Усачев Тудей. Есть еще редизайн «Пора валить», обновленный логотип, мерч и другие приколы, которые постепенно будут появляться. Я знаю, что многим может быть интересно посмотреть на айдентику в деталях. Как там шла работа, какая мысль заложена. Поэтому Депо у себя в Телеграме выложили ссылку на презентацию своей работы. В описании оставлю адрес. Подписывайтесь, кстати, там они много интересного про дизайн публикуют. Кстати, может помните, я выкладывал рабочий вариант айдентики у себя в Телеграме. И если вы были среди тех, кто ярко их критиковал, то, возможно, найдете свой комментарий в презентации. Они, я считаю, достойны там быть. Я очень рад, что наконец-то выпустили на волю все эти разработки. Сейчас будет обкатываться, дополняться. Я вот это видео снимаю. Мне самому интересно, как он в финале будет выглядеть. Потому что, ну, это первое полноценное видео с новым дизайном. Ну и второй подарок на день рождения канала. Это я наконец-то улетаю в отпуск. Завтра у меня на Дзене выходит финал сезона шоу Локация, над которым, собственно, с прошлой осени работал. И вот вечером прыгаю в самолет, поэтому несколько недель с вами не увидимся. Сначала у меня отпуск, потом съемки будут. Я постараюсь другие соцсети побольше постить, но, наверное, первые дни хочу просто вообще отключиться от сети и перезагрузиться. Надеюсь, вы не пропадете без меня. Пам-пам. Нолан, как известно, гений. Но этим все его титулы не ограничиваются. Вслед за признанием в виде статуэтки Оскара за фильм о создателя атомной бомбы о Пенгеймере, он получает новую порцию респекта. Режиссера посвятят в рыцаре Великобритании. В обычной рыцаре, не в темной. Правительство уже подготовило документы. Все официально, за заслуги перед творческой индустрией получает награду такую. Причем не только лично он получит титул, но еще его жена станет дамой-командором. Это женский вариант названия такой же степени ордена Британской империи. На всякий случай уточню, что она его не по факту брака с Ноланом получает, а они вместе работали над несколькими фильмами, так что это совместные заслуги. Дело, по сути, за малым теперь, чтобы Карл Третий дожил от церемонии награждения и ничего не сорвалось. А то как бы уже, ну, были звоночки. Пам-пам. Чуть больше недели прошло с ужасающего теракта в Крокус-Сити-Холе. Число жертв, нападений этих четырех ублюдков и последующего пожара на данный момент дошло до 144 человек. Это один из крупнейших терактов современной истории России. Если среди зрителей моего канала есть люди, которых заделать трагедию, то я приношу свои соболезнования. То есть, понятно, что погибших уже не вернуть, но я желаю сил вам дальше жить и не позволять убийцам достигнуть своей цели. То есть, погрузить людей в страх. Пам-пам. Российские власти официально не признали еще никого виновным в произошедшем. Лишь задержали четырех стрелков и поместили их под стражу, где они, возможно, возможно, доживут до суда. Лично я склоняюсь к самой простой версии, что организатор — это одна из ячеек запрещенного в России исламского государства. Хоть там это уже не такая влиятельная сила, как несколько лет назад, но Россия для нее враг. И тот же взрыв у российского посольства в Кабуле в сентябре 22-го года вот напоминал об этом. Может быть, ИГИЛ ушел из информационного пространства России, но это не значит, что сами радикальные исламисты пропали окончательно. Но вот параллельно с этим российские власти практически с самого начала предлагают связать события в Крокусе с Украиной. Это, допустим, информация о том, что террористы хотели пересечь границы Украины. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Но не совсем понятно, как они планировали российскую границу туда пройти, чтобы добраться вот до того самого украинского окна в границе. Или было какое-то тоже с нашей стороны окно, тогда вопросы есть. А Следственный комитет России заявил, что в распоряжении имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалют из Украины, которые использовались при подготовке преступления. Я, как мировой эксперт в области всего, не совсем понял, где у криптовалюты прописку смотреть. Возможно, мы в итоге и остановимся на подозрениях и намеках в сторону Украины, но без каких-то прямых обвинений конкретных лиц, потому что нужный эффект уже есть. Если верить результатам опроса англо-украинского социологического проекта Open Minds, то больше половины россиян приняли озвученную Владимиром Путиным версию о причастности Украины к теракту. Я о чем? То есть понятно, что при расследовании надо все варианты рассматривать, не только самый очевидный. В этом, собственно, и работа расследователей. И поэтому фразы о том, что рассматривается украинский след, в этом как бы нет ничего такого. Конечно, он рассматривается, как и другие какие-то варианты. То есть, по сути, это не обвинение. Но при этом не говорят о том, что рассматриваются другие варианты. То есть, акцент делается конкретно на одном. Зачем он так делается? Да откуда я знаю? Сами подумайте, что вы пристали ко мне. Я тоже рассматривал разные варианты, даже прочитал вот эти безумные треды в Твиттере о подозрительных мужчинах в синем, которые были на концерте. И я пришел к выводу, что эти конспирологи, это же вообще лучшие союзники реальных спецслужб. Они готовы всю энергию тратить на то, чтобы доказать, что вот такой теракт, где просто 4 чела с автоматами и бензином за 20 минут перестреляли кучу народа, подожгли все и уехали, это типа невозможно сделать без участия спецслужб. Эти конспирологи настолько верят во всесильность силовиков, что не могут представить, что те такую вещь просто вообще допустили. Но у нас пока, к счастью, нет полного контроля за каждым человеком и по военному на каждом углу улицы. Поэтому да, такие ситуации, к сожалению, могут случаться. Потенциально. То есть, существуют злодеи, которые хотят ударить по стране. Да, финальная цель спецслужб, чтобы такого никогда не происходило, но это невозможно без вот реально полного контроля за каждым человеком. То есть, тут вот этот печально известный вопрос баланса между свободой и безопасностью. С украинским следом самый важный момент, который я не понимаю, может быть, объясните мне, это возможные риски. То есть, если с той стороны рассматривается такой вариант, то это означает, что всегда есть, ну, хотя бы минимальный шанс, что будут найдены неопровержимые доказательства причастности вот к такому кровавому теракту украинских властей. Это же сразу окончание войны. Все, то есть, ни одна западная сторона не будет поддерживать оружием режим, который такое устраивает. Скорее всего, закончится тем, что финальные заказчики не будут установлены, потому что, пусть это и ИГИЛ, но все равно вопросы остаются, кто поставил задачу, зачем, почему именно в этот момент, пам-пам. Россия потребовала от Украины выдать всех причастных к теракту в Крокусе. Ой, вот и обвинение. На сайте МИД опубликовали вот этот документ, который, на первый взгляд, прямо связывает нападения в Крокусе и украинские власти. Предъявляет даже требования к стране в соответствии с международной конвенцией о борьбе с бомбовым... Ну, вы поняли, я не уверен, что могу так часто повторять вот это вот слово на «т». Мне кажется, Ютубу это не очень нравится. Все мы поняли, о чем речь идет. Но, если вчитаться, то, по сути, дальше следов ведущих на Украину не продвинулись. Больший акцент на предыдущих атаках, участие в которых Украина относительно доказана. Убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Прилепино и взрыв на Крымском мосту. И всех причастных требуют выдать. То есть, подозрения, связанные с Крокусом, смешиваются с относительно установленными случаями работы СБУ. Что достаточно хитрая манипуляция. Потому что, ну, очевидно, никто не рассчитывает, что Украина действительно выдаст главу СБУ. Это, скорее всего, только первый шаг, и дальше будут вот раскручивать эту тему по линии ООН. Видимо. Зачем-то. Я лишь хотел бы, чтобы помимо вот каких-то политических схем, реально велась работа по установлению всех ответственных за события 22 марта. Мне вот это важно. Пам-пам. Смотрю на все, что вокруг происходит, на эти дикие новости, которые несутся бесконечным потоком. Знаете, я уже не совсем ощущаю реальность происходящего. Какая-то даже гордость берет за последние нервные клетки, которые держатся. Но понимая, что уровень стрессоустойчивости у всех разный, если я еще держусь и стараюсь нормально функционировать, то кто-то уже там на грани и не справляется. Кто-то более тревожный, ему нужна поддержка, опора в такие моменты. Кто-то менее. Он может держать свое состояние в норме. Но любому человеку надо прислушиваться к себе и заботиться о своем ментальном состоянии. А делать это в одиночку или вместе с профессионалом решать вам. К радости сейчас есть возможность делать это с комфортом и не в ущерб другим делам благодаря сервису онлайн-психотерапии Ясно, который, кстати, поддержал выход этого видео. С 2017 года Ясно помогает людям обрести гармонию и равновесие, проведя более 2 миллионов 600 тысяч консультаций с профессиональными психологами. На платформе вас ждут 4000 специалистов, готовых предложить поддержку и помощь. Каждый из них внимательный слушатель и опытный проводник в мир вашего внутреннего я. Сервис Ясно не только удобен в использовании, но и предлагает индивидуальный подход к каждому. Специальный алгоритм подберет для вас психолога, учитывая ваши проблемы, предпочтения по подходу и методу терапии и даже время сессии. Благодаря этому уже после первых пяти сессий более 80% пользователей отмечают улучшение своего состояния. Это стало возможно благодаря квалификации специалистов сервиса. В среднем они имеют от 3 до 5 образований и более 7 лет опыта работы. Если вы готовы начать свой путь к ментальному балансу, то записаться на консультацию можно уже прямо сейчас по ссылке в описании. Ну или как видео досмотрите. А еще цепляйте мой промокод USACHEV, который даст скидку в 20% на первую консультацию. Успехов, здоровья, счастья, ну и дальше к новостям. Пам-пам. А в США тем временем власти решили опробовать новый подход к слежке за людьми. Они попросили у Гугла информацию о 30 тысячах пользователей Ютуба, посмотревших определенные ролики в начале января этого года. То есть просто закинули ссылку на видео и запросили личные данные каждого аккаунта, который смотрел видео. Имена, адреса, номера телефонов. Там проходит расследование по делу об отмывании денег и ведении нелицензированного бизнеса по денежным переводам. Криптой кто-то приторговывал, перевожу. Даже из имени подозреваемого понятно, что речь про крипту. И видимо, чтобы вычислить его схемы и подельников, специальные агенты под прикрытием отправляли ссылки на учебные видеоролики подозреваемым. А теперь они пытаются установить личности всех тех, кто их посмотрел. Но штука в том, что ролики были изначально общедоступными. И дальше включились алгоритмы Ютуба, они стали рекомендовать эти видео посторонним людям. В итоге набрались десятки тысяч просмотров. А правительству пофиг, поэтому они запросили все данные. Скорее всего, получат их, а Гугл просто, ну, наверное, не будет публично комментировать, скажет, что действуют в рамках закона и в рамках своих, там, обязательств по конфиденциальности. Но в целом, согласитесь, прецедент не очень приятный. То есть просто по факту просмотра какого-то видео о крипте, которое вылезло у тебя в ленте, можно попасть под микроскоп властей. И тебя будут изучать на причастность к финансовым махинациям. То есть что дальше? Я посмотрю видео какого-нибудь фитнес-блогера, а потом мне позвонят из тренажерки и скажут, что почему-то не видели меня на занятиях? Но возможно, возможно, произошла другая ситуация. Они залили на Ютуб эти специальные ролики, а зрители лайки не поставили, не комментировали. В итоге набралось всего 30 тысяч просмотров. Ребята там обиделись у себя, требуют угла выдать данные таких плохих зрителей. Почему? Плохо смотрели. Не будьте как они, ставьте лайки, подписывайтесь. А я это говорил уже сегодня, да? Пам-пам. Владимир Путин хочет свою игровую консоль. Прям вот распорядился, что нужно сделать свой PlayStation российский. Russtation. Z-Box. Xbox Series SVO. Нет конкретного названия, так чисто накидываю варианты, зная, как любят называть сейчас. Но на сайте Кремля появился перечень поручений по итогам совещания по развитию Калининградской области. Там, среди прочих радужных прогнозов, пожеланий и поручений, было следующее. Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователя. То есть и русский PlayStation, и русский Steam, и русское вообще все. То есть там не только консоль, а вообще вся инфраструктура, и ответственный за это Михаил Мишустин. Вот он наш теперь. Русский Фил Спенсер. Естественно, новость интересная. Как минимум. Потому что, ну, с одной стороны, да, государство давно симпатизирует теме киберспорта. Недавно еще были игры будущего с фиджитальными соревнованиями. Такая вот идея совмещения реального спорта и цифрового. То есть сначала с пацанами играешь в футбол, в зале, потом на экране. Вот такое вот двоеборье. Почему государство этим занимается? Ну, по той же причине, наверное, по которой и обычным спортом занимается. То есть это и занятие для людей, и способ как-то на мировой арене о себе заявить. Много причин. И вот в этой концепции ожидаемо, что в какой-то момент появляется желание сделать свою консоль. Но это же происходит на фоне того, что вот, несмотря на долгие годы разговоров, инвестиции так и не получилось сделать отечественные процессоры. Популярные смартфоны, электрокары. То есть которые вот реально были бы конкурентами с западным продуктом. Поэтому вопросы есть к этой идее. Как вы это собираетесь делать, если с более простыми составными элементами у вас не получилось? Игровая консоль это в определенном смысле одна из вершин высоких технологий. То есть смотрите о чем я. Да, Плойка это там не квантовый компьютер, но это очень мощный компьютер, который содержит все нужное железо в компактном корпусе по цене ниже персонального компьютера схожей производительности, с богатым каталогом игр, которых тоже надо разрабатывать. И все это вместе можно продать десяткам миллионов людей по всему миру. Только вот таким образом, продавая это, если есть потребитель, весь этот продукт может жить, развиваться, окупаться и иметь смысл. То есть отечественная консоль со старта вообще идеи сталкивается с кучей проблем, где нет своей там технологии по производству чипов. Нужны свои игры в куда большем количестве, чем Atomic Heart и Smoot. И нужна база игроков, которая купит достаточное число консолей и потом будет к ним покупать эти игры. Ну давайте посмотрим. Технически чипы, да и вообще все железо можно взять китайское, собирать в России. Потом собрать кучу консолей, отправить их принудительно в школы. То есть вот у тебя уже есть база установки консолей. И там выдать гранты на разработку игр для этой консоли. Тогда да, технически поручение президента будет выполнено. Но я не думаю, что вот при таком решении вопроса можно говорить о каком-то конкурентном импортозамещении Xbox'ов и PlayStation. Скорее можно будет говорить о легендарном попиле бабла. Другой вариант, что термин «игровая консоль» будет очень широко трактоваться и скорее речь о создании какой-то отечественной сборки игрового ПК и портативных компьютеров типа Steam Deck. Тогда да, это позволит обойти некоторые из обозначенных мной проблем. Плюс дополнительный спрос в виде госзаказа на поставку таких компьютеров будет стимулом для развития микроэлектроники в стране. Они сейчас работают на силовиков госкорпораций, у которых специфичные запросы. Короче, непонятно звучит. Это может быть какая-то обреченная на провал затея по созданию конкурента Xbox'а и PlayStation. А может быть потенциально эффективный способ раскачать высокотехнологичное производство в стране. Те же США сейчас вливают миллиарды в собственные заводы чипов, чтобы не зависеть от азиатского производства. А Китай инвестирует в независимость от американских технологий. То есть все на государственном уровне это качают, а у нас будет своя консоль. Пам-пам. Microsoft и Open AIR, заработчик нейросетей вроде ChatGPT, объявили о создании суперкомпьютера Stargate стоимостью 100 миллиардов долларов. Естественно, для продвижения разработок искусственного интеллекта. Это фантастическая сумма для проекта, который в эксплуатацию запустил не раньше 28-го года. Обычно суперкомпьютеры стоят там в десятки, если не в сотни раз меньше. Тут, возможно, речь идет не об одном мегапроекте, а о каком-то целом комплексе суперкомпьютеров, но он настолько масштабным будет, что для того, чтобы его запитать, и все это работало бесперебойно, хотят запустить ядерный реактор. Несколько месяцев назад всплывала информация о том, что Microsoft ищет себе в команду атомщиков. Это, конечно, все хорошо, прогресс. Опять же, США вот такими большими проектами раскачают собственное производство чипов. Но вот касательно ядерных реакторов, я надеюсь, там сразу зашивается дополнительный функционал. Вот знаете, на случай, если этот искусственный интеллект, созданный в суперкомпьютере, взбунтуется, чтобы сразу его взорвать можно было. Одной кнопкой просто. Пам-пам. Новости спорта. Опрос показывает, что 52% французов считают, что страна не готова к проведению олимпийских игр. Напомню, что игры пройдут в середине лета в Париже. Как будто не так много времени осталось для подготовки. На самом деле, такие опросы, конечно, ничего не говорят о реальной готовности страны к мероприятию. Они больше описывают отношение людей и их доверие к власти. То есть, по тем же самым опросам видно, что старики, допустим, считают, что все более-менее ок, а молодые люди более скептично настроены. Я эту новость, когда увидел, сразу вспомнил, как Россия готовилась к олимпиаде в 2014 году. Когда там, по-моему, до самого открытия сложно было поверить, что нормально проведут игры. Ведь все знают, там, коррупция, распилы, вот это все. То есть, там, фотографии с недоделанными номерами в отеле спортсменов, я думаю, многие помнят. Да даже на самом открытии одно из колец логотипа олимпиады не развернулось. Но в итоге сами игры прошли, как-то даже вроде хорошо было. Так что, я не думаю, что именно в плане подготовки соревнований Франция как-то облажается. Но есть другой момент. Пам-пам. Церемонии открытия олимпиады может просто не быть. Ее могут отменить по соображениям безопасности. Такие пошли слухи. Europe One сообщили, что глава МВД, французского, естественно, не российского, встречался с представителями спецслужб по этому вопросу. Внутренняя разведка опасается возвращения во Францию массового терроризма, совершаемого с использованием боевого оружия или таранов транспортных средств. А как вы понимаете, такое массовое мероприятие, как Олимпийские игры, еще и вот такой идеологической составляющей объединения мира, это, ну, потенциальная цель для терроризма. Тем более, когда вот буквально только что в России произошел крупный теракт в Крокусе. То есть, переживать есть о чем. При этом Франция находится в еще более сложной ситуации, ведь до игр полноценно допущена сборная Израиля, которая прямо сейчас воюет с соседями. А в истории Олимпийских игр уже есть черная страница с атакой террористов на сборную Израиля в Мюнхене в 1972 году. Я очень сомневаюсь, что церемонию открытия отменят, потому что не совсем ясно, почему только на ней надо останавливаться тогда. Есть еще церемония закрытия. Каждое соревнование привлекает много людей. Вообще, это большой праздник, который заполняет улицы, и значит, в принципе, надо все отменять. Олимпийские игры в виртуальной реальности. Поэтому, скорее всего, все ждут невероятные меры безопасности и солдат на каждом углу. Такая вот Олимпиада. Пам-пам. Если вы в Москве и под вами двигается земля, то это не землетрясение. Вы просто оказались внутри одного из исторических зданий на территории бывшего завода Борец, где в очередной раз двигают дома. На всякий случай выйдите на улицу. И потом досмотрите, я продолжу рассказ. Так вот, три исторических постройки 19 века, включая водонапорную башню весом 1700 тонн, модельную мастерскую и фасадные элементы сборочного корпуса, сдвинут на 100 метров от оригинального положения. Последнего положения, где они были. Все для того, чтобы освободить место для строительства технопарка креативных индустрий Густав, названного в честь основателя машиностроительного завода Густава Листа. Ну, понятная ситуация случилась. Несколько зданий подло имеют охраняемый статус, а строить очень сильно хочется. Лакомый кусочек московской земли простаивает. В итоге решили найти вот такой компромиссный вариант. Исторические здания сдвигают. В процессе можно даже будет их, наверное, немного подправить там. Коммуникации какие-то новые обновить. Вот это все. Они не будут мешать стройке, но при этом сохранят исторический статус, радуют взор, поднимают стоимость квадратного метра. И самое смешное, как я уже упомянул, это не первый раз, когда их двигают. Уже переносили эти здания ради строительства ЖК. Теперь вот технопарк. Скоро, возможно, водонапорная башня окажется за МКАДом где-нибудь. Пам-пам. Сарик Андреасян воскрешает мертвых. Да? Режиссер идет на повышение. Они с братом Гивонном продолжают развивать свое продюсерское детища. Франшизу «Манюня» по мотивам одноименной повести. Если вы не следили, там уже три сезона вышло в онлайн-кинотеатре. Успели в кинотеатрах покрутить. Мультик готовят даже. То есть Андреасяны ушли от работы с комедиклабовцами, нашли куда менее токсичное поле для работы. Манюня. Так вот, это все контекст был для новости. И сейчас готовится еще один полнометражный фильм «Манюня. Приключения в Москве». И, по словам продюсера, там появится Юрий Никулин, легендарный советский-российский комедийный актер. Бомбарбье. Киргуду. Да, они задипфейкают лицо и голос Никулина. Восемь месяцев потратили на разработку модели и последующий дипфейканье ее. «Манюня» — это такой проект про ностальгию о конце 70-х, начале 80-х, так что камео Никулина будет уместно. И сразу уточняют, что это все делается только с разрешения родственников Никулина. Решили, что вот, видимо, так можно монетизировать покойного актера. Лишь поставили условие, что его образ не будет использован в рекламных целях. Что, конечно, не очень удобно, если дипфейк Никулина не будет ни в трейлерах, ни на постерах. То это же значит, что фильм придется смотреть... Кошмар. Или в этом и изначальный смысл. Ты просто всем рассказываешь, что у тебя будет первый такой полноценный дипфейк легендарного актера, а потом ни кадры не показываешь до премьеры, чтобы все вынуждены были пойти, ведь интересно. Хотя что-то подсказывают, что могут не сдержаться и случайно сольют одну из сцен в интернет. Пам-пам. Канал Владимира Соловьева заблокировали. Сколько можно-то? Пожалеете пожилого человека, ему так скоро не на кого будет кричать. А ты, взял... Пшел вон отсюда! Вон отсюда пшел! У меня оскорбляют! Вон отсюда пшел! В этот раз отличилась Армения, где приняли решение остановить трансляцию передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале РТР Планета. Есть даже официальное обоснование. Это постоянные нарушения межправительственного соглашения между Россией и Арменией в сфере массовых коммуникаций. Ссылаются на статью 5. Исключение программ оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей. И исключение вмешательства в предвыборные кампании и внутриполитическую жизнь. И статью 6. Уважение правил во время национальных праздников и памятных дат. И соблюдение общих правил во время военного и чрезвычайного положения. Да, этот список, он похож на то, что Соловьев может нарушать типа 2 раза в день. Он Белгородцев недавно оскорбил. Че ему там Армения? Я что подумал? У него же там в 22-м году заблокировали канал на Ютубе. Это вот стало очередным поводом для витка разговоров о том, что западный Ютуб нужно блокировать в России и запускать собственный аналог. А как быть с тем, что его программы запрещают в Армении? То есть теперь нужно будет сделать свою версию армянского телевидения? Где не посмеют запрещать Соловьева, и он будет дальше ругаться и грозить. И все его будут слушать. Пам-пам. Вопрос переезда в другую страну актуален для многих. Разные критерии бывают. Там работа, климат, кухня, политическая ситуация. Проблемы есть везде, поэтому важно, чтобы вот место подходило персонально. И кажется, найдена страна, которая идеально подходит очень конкретной категории людей. Лысеющим любителям фастфуда. Искал очень конкретная аудитория. Бургер Кинг в Бразилии запустил необычную акцию. Бесплатный вопер за красивую залысину. В конце марта любители фастфуда, обладающие эстетичными залысинами, могли порадовать себя знаменитым бургером без каких-либо финансовых вложений. Хотя какие там вложения-то в вопер. Условие простое. Покажи свои залысины, получи одобрение от продавца, и вопер в твоих руках. Ням-ням-ням. Судя по ролику, в некоторых формах лысины можно увидеть схему навигации по драйв-сруу-бургерам. Типа въезд-выезд. Как вообще драйв-срута в России называется? Макав-то? То есть да, не только в России Бургер Кинг практикует вирусный маркетинг. Даже вот в Бразилии хоть там свой прикол придумали. Хотя пишут, что забыли в некоторых точках об этом предупредить работников, что акция такая проходит. Клиенты просто приходили, показывали лысину, над ними смеялись, что они требуют бесплатный бургер. Неловко. И так люди часто комплексуют из-за недостатка волос. Тут тебя в Бургер Кинге обсмеяли. Но в тех, где знали об этой акции, другое дело. Можно было с ноги открыть дверь, светануть свои лысины и получить заслуженный вопер на зависть остальным волосатикам. И гордо сидеть в одиночестве, жевать безвкусный вопер, лысеть. Пам-пам. Это все новости на сегодня. С вами был, как и все эти 14 лет, Руслан Усачев. Иду сейчас собирать вещи в отпуск. А вы пока можете другие видео на канале посмотреть. Ну и праздничный комплимент дня. Знай, что это ты вдохновляешь меня на ведение канала. Спасибо тебе. Пам-пам. Пам-пам.